История письма В 4-м тысячелетии до н.э. в Шумере, Древнем Египте, в Китае, зародился другой способ письма. Теперь знаки письма обозначали не только предметы и действия, но также абстрактные понятия. Например, действие «Идти» передавалось изображением шагающих ног. Изображение посоха с раздвоенным концом и навершием символизировало власть и силу. Такие египетские рисунки греки называли иероглифами. Позднее появилось звуковое письмо. В нем каждому звуку речи соответствовал свой знак. Самая знаменитая из таких систем – финикийская – основа большинства современных алфавитов. От финикийского произошло греческое письмо. Самые древние греческие надписи относятся к концу IX века до н.э. Наследник греческого алфавита – латинский. Это самый распространенный алфавит в мире. Он используется в большинстве современных стран. В 863 году Константин Философ из византийского города Салунь создает первый славянский алфавит – глаголицу. Вот как рассказывает об этом сказание о письменах чернорисца храбро. Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали. Крестившись, римскими и греческими письменами пытались писать славянскую речь. Но как можно писать хорошо греческими письменами «Бог» или «Зело», или «Церковь», или «Чаяние», или «Юность», или слова иные, подобные им? Потом же человеколюбец Бог послал им святого Константина Философа, нареченного Кириллом, мужа праведного и истинного. И сотворил он им букв 38 – одни по образцу греческих букв, другие же по славянской речи. Константин Философ и его брат Мефодий получили прекрасное образование. Константин преподавал в Константинополе, а Мефодий был настоятелем монастыря. После создания славянского алфавита Константин с братом отправляются в Моравию, где организуют богослужения на славянском языке. Для этого солунские братья переводят на славянский язык Евангелие, апостол и псалтырь. В процессе этих переводов родился язык, ставший в IX-XI веках литературным и богослужебным языком большинства славянских народов. На рубеже IX-X веков на основе глаголицы и греческого алфавита учениками Кирилла и Мефодия была создана вторая славянская азбука – кириллица. Некоторое время кириллица и глаголица использовались параллельно. X веку относятся надписи на стенах церкви царя Симеона в Преславе. Они сделаны сразу на двух славянских азбуках – глаголицы и кириллицы. К известным образцам глаголической книжности относятся «Киевские листки», «Заграфская», «Осиманиева» и «Мариинская Евангелие». В Древней Руси в XI-XII веках использовались обе славянские азбуки. В 2017 году российские археологи в ходе раскопок в церкви Благовещения на городище в Новгороде нашли большое количество глаголических и кириллических надписей граффити первой половины XII века. Постепенно в большей части славянского мира глаголица была забыта, только в Хорватии она пережила средневековье. Кириллической азбукой мы пользуемся до сих пор. Эта азбука является основой письменности многих современных языков, в том числе русского. Создатели славянской письменности, равноапостольные Кирилл и Мефодий, почитаются как в восточной, так и в западной христианской традиции. В 1863 году в России был учрежден праздник в честь солунских братьев. Ныне этот день во всем мире известен как день славянской письменности и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok